Добрый вечер дорогие наши зрители! В эфире специальный выпуск посвященный проекту 16 польских историй ЮНЕСКО. Я Александр и расскажу о всех 16 проектах. Далее. Деревянной церкви Карпатского региона на территории Польши. Точка. Эти сооружения являются прекрасным образцом богатой местной культовой архитектуры, несущей отпечаток взаимопреникновения культур романских и византийских народов. Церкви отличаются друг от друга типологией оснований, внутреннего пространства и внешнего облика, определяемой принадлежностью к тому или иному религиозному культу. Внутри стены и потолки церквей украшены настенной живописью, сохранившиеся здесь произведения искусства увеличивают культурную ценность уникальных памятников архитектуры. Список объектов всемирного наследия о деревянной церкви Карпатского региона внесены как трансграничный объект, включающий 16 церквей, 8 в Польше и 8 на Украине. Эти церкви напоминают о тех временах, когда границы Польши простирались далеко на восток, и страна находилась на культурном и религиозном пограничье. Самые древние церкви датируются 15 веком. Создатели карпатских святынь в своих творениях обращались к монументальной архитектуре Византии, поэтому их привлекали скорее барочные формы, чем готика. В этом регионе сохранилось около 100 деревянных церквей с характерными многоступенчатыми крышами, увенчанными луковичными куполами. Польские святыни возвышаются на холмах, окруженные изгородью с живописными воротами и старыми деревьями. Если деревенские дома в этом регионе строили из пихот, то для возведения церквей выбирали лиственницы. Мастерство плотников можно оценить по соединениям балок в углах стен, утонченной отделке коньков крыши постройки и колоколин. Их неповторимая красота – настоящее наслаждение для глаз и души. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!